Мировая война Мировая война Мировая война сделано что повестка в сша то есть будущих выборов она полностью поменялась понимаешь максим то есть она строила да на украинской войне там или не войне или как это будет и там кто какую позицию и вдруг и все обе партии готовились к этой повестке и вдруг объявилась такая повестка что все уже ушло в прошлое поэтому даже демократ и байден сейчас строить свою предвыборную кампанию на будущем украины по сравнению с теми событиями которые стали актуальными не только в сша во всем мире она уже не неправильно то есть мы получаем картину что в самом сша срочным образом надо менять абсолютно предвыборную повестку и компанию и ты знаешь это не не готовится там за несколько лет это годами готовится этот к этому все идет к этому подбираются кадры к этому подбирается ресурсы к этому подбирается финансирование всех этих стандарт то есть срочным образом в сша надо будет менять предвыборную риторику абсолютно поэтому при этом байден как у него это принято как это водится он как бы и вашим и нашим испоемый из пляж он изображает из себя такого больного старика в деменции и на самом деле говорит мы за израиль но как бы оговаривается и получается что дамы за израиль по словам байдена но и все-таки немножко за палестину а демократы всегда так быть они тем не отличаются от республиканцев а тем более от трампа который безоговорочно за израиля демократы не совсем удачные партнеры были израильтян поэтому демократы они всегда подходили с обоих сторон и вот эта ситуация вот этот конек именно про израильский естественно сейчас выгоден на трампистам и выгоден на республиканском он смотри как следствие вот моя гипотеза была самого начала что одно вообще из причин этой эскалации это попытка взорвать сломать а в на соглашение так называемые которые были созданы трампом начи там буховицем гость секретарем королем саудовской аравии королем бахрейна и вообще республиканскими элитами для такого координации и укрепления республиканского большого ближнего востока под американским контролем вот эта ситуация она это взрывает значит ли это что нас ждет эскалация событий потому что демократы и не могут позволить чтобы трамп укрепился а трамп будет укрепляться за счет того что будет укрепляться нетаньяху на самом деле это же у них связка очевидная потому что связь трампа через его взять от жареда кушнера с ближним востоком с этой концепции аврамова соглашения шла через нетаньяху значит ли это что демократы будут играть на падение нетаньяху на его свержение на поражение израиля максим я с тобой согласился если бы сами эти события они были вот этого масштаба какого-то израильско-палестинского масштаба и когда все сейчас упирают что основная цель это аврамова соглашение которую надо сломать и так далее так далее то здесь события они развиваются не только на ближнем востоке они задевают все мировые события и самое главное что повестка этих событий не выдана с той стороны она не видана не выдана с сша или с израиль не выдана она из внутренних сил сша или израиль это внешняя навязанная повестка аврамового соглашения это одно из немногих вещей которые допустим будут иметь последствия от всех тех событий но далеко не важно и может даже совершенно не важно потому что те события которые начинают развиваться они выходят на планетарный масштаб макси поэтому все забудут очень скоро что кто-то собирался такое аврамового соглашения там подписывать или не подписан и вот здесь вот той ужасной мозаики которая у нас да мы должны постараться с тобой сейчас вот эту мозаику как-то собрать воедино и положить логику потому что как прошлые наши стримы они может быть не такие насыщенные были потому что событий событий не было таких насыщенных а сейчас наоборот вот здесь разобраться и выложить какую-то мозаику это более сложная задача поэтому давай постараемся давай постараемся ну вот смотри во первых война в газе которая тянется и тянется и про которую же сами израильские политики говорят что она затянется на месяц а может быть и на годы сначала они говорили что мы там за три дня расправимся с хамас за неделю теперь они заговорили о месяцах и о годах сама эта война уже расколола мир уже как говорится ясно какая-то часть стран совершает паломничество в тель-авив во главе с сша макрон значит шольц там поцеловал израильский асфальт едут значит другие какие-то европейские лидеры помельче да и скандинавских стран а какая-то часть мировых лидеров выражает безоговорочную практически поддержку палестинцев хамасовцы начиная с того что в тот момент когда мы сейчас с тобой находимся в прямом эфире в москве находится делегация хамас во главе с доктором абу марзуком который встречалась значит с механ богдановым заместительным министром иностранных дел россии который курирует восточные направления эрдоган выступая в парламенте ты наверно слышал его речь под рукоплескание парламента сказал хамас не террористы это маджахеды и борцы за национальную независимость китай сказал мы хотим палестинского государства со столицей в иерусалиме и россии и китай накладывают вето на анти палестинскую как палестинцы сами это оценивают резолюцию значит организация объемных наций этот раскол он как бы формальный или это на самом ли выстраивание перед большим сражением как будто полков на таком глобальном мировом поле боя но пришел период поднимать флаг все подняли флаги и китайский флот который не из китая замана туда пришел он тоже поднял флаг поэтому здесь демонстрация флагов вот эти флаги они продемонстрировали до сих пор никто не хотел во всей этой глобальной зоорухи конкретно демонстрировать свой флаг на какой стороне то есть мы пришли к тому периоду мирового противостояния все с нами все время спорили о какой мировой войне вы говорите его нету но если вы еще считаете что я не так плохую путин напал мировой войны нету нам все говорить да да вот поэтому демонстрация флагов это мы о чем с тобой еще долго говорили что если что-то не начинается то только потому потому что они еще не определились то с кем будет союзник и вот мы пришли к тому периоду когда уже флаги подняты если прямые союзнические соглашения не подписаны а может и не будут подписан но демонстрация флагов на одной или на другой стороне она начнет начинает происходить это означает что все начинается то касается самой ну и я не знаю почему они все еще там палестина израильскую войну говорят ну она так есть она там и началась пока это еще не развилась но это уже не вооруженным глазом видно что масштабы тут совершенно серьезно причем из америки тут месседжи что эта проблема эта война не ближнего востока а даже дальше чем ближний восток вот на что нам намекают эти месседжи сша сейчас идет основная задача давай мы опять вернемся к нашей формулировки не навязанной нами восток-запад да я так это больше кто-то там глобальный юг придумал что ты какой глобальный юг для меня восток-запад да вот запад конкретно ясно там запад у нас сша с европой минус колебающиеся или уже почти совсем не колебающиеся европейские страны вот премьер слова кирова роберт фитца проинформировал главу европейской комиссии о том что новый против словакий не будет оказывать военную поддержку украине здесь естественно военная это наверно смешная составляющая но сам такой фактор абсолютно практически и еще возвращаемся ты помнишь ли я все время скептически относился в ходу швеции в на когда все хорошо все решено швеция в нато вот эрдоган эрдоган вот потом эрдоган там отложил до до того и и вдруг орван так случайно не не обговорил потому что вход швеции в нато это намного серьезнее чем ход финляндии нато сейчас не буду углубляться там военно-стратегические там в военную экономику как там все это происходит но она так и вот сейчас швеция опять затормозили да именно партия орбана она в парламенте отклонила рассмотрение вообще этой заявки швеции то есть это еще дальше отдадим поэтому там а то что я чувствовал что швеции не так легко будет ну может конце концов этот получится но не так легко будет войти в нато потому что тут не одиночные какие-то желания там российской федерации а вот тот альянс который так уже визуально над на мы видим вот вот тебе европа тоже она в таком варианте а сейчас возвращаясь ну что мы про ирану и вообще не говорим турция россия абсолютно стоит на единой позиции абсолютно на единой позиции в основная позиция в чем что да надо два государства до палестина израильской такой прямо такого прямое заявление кстати не только хамас прилетел в москву но и в катаре была встреча замминистра иностранных дел российской федерации с лидерами хамас в катаре вот там были сбросы что эрдоган выдворил хамазовцев из турции причем эти сбросы были еще от некого грузинских пальто в которые я надеюсь меня слышат сейчас администрация эрдогана прямо сама выступила я проверку все эти глупости и после этого эрдоган назвал хамазовцев моджахи сейчас касаясь самого конфликта палестина израильского ну я тут отойдя там на несколько шагов назад когда я смотрю тут я прихожу вообще к прикладной экзистенциальной философии максим философии абсурда философии бунта которые альбера камю потому что та ситуация которая вот она там прикладная то есть когда жизнь человека она абсурдно не имеет смысла дать и для чего ты рождается и там появляется только один момент в ожидании покупка покончить с собой просто поняв что это абсурдно или же ты устраиваешь бунт и ты и ты борешься и тогда она приобретает смысл ну философия она распространенная она новая она вот именно на газа я считаю что прикладная именно так 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 и жили эти люди и оставалось только когда говорят что это мы его бываем с хамасом они с палестинцами до любой же палестинец когда он рождается и он понимает абсурдность его жизни там он не может не стать хамасовцем вот мое мнение ну по крайней мере бойцом было время когда это были коммунисты левый карлос демократический фронт лево халет ну хамаса сейчас у нас тоже ушли теперь вот эта эпоха цивилизационного сопротивления это исламский мир сопротивляется в лице хамас западной экспансии империалистической кстати православные полностью воюют за хамас там воюют просто все православные христиане газы за хамас сражаются сказали что в организации объединенных в палестине именно боевое крыло было православным когда-то давно да ну да это когда еще владица ад было и когда карлос еще сражался на стороне палестина вот ну ладно давай тем более туда дальше значит пойдем по европе в европе вот украина вот этот значит майк джонсон он много критиковал он такой трампист новый спикер конгресса он много говорил зачем мы помогаем украине зачем нам ссориться с россией американцы трамписты как они устроены ты был прав когда вот ты говорил неоднократно что трамп бизнесмен и он ведь мир не как возможность политических таких энергий движений развития а как возможность просто договориться вот договориться там с россией дать бабок россии чтобы она была не с китаем а с америкой нет бабок давай дадим им украину например или еще чего-то как завоевать арабский мир давай отдадим им палестину значит там израилю а в израиле даст бабки за значит подвет это и так далее так далее вот трамписты также относится и украине зачем мол демократы ставят какие-то политические задачи достаточно отдать украину путину путин тогда не будет с китаем и все будет хорошо на твой взгляд вот эта стратегия она реальна для кого для трамповцев они думают что это работа сработает сейчас я не думаю что сработает сейчас это сработает после 30 года тогда когда и трампа не будет и никого то есть сама переформация мира в первую очередь ну давай назовем какие-то абстрактные силы абстрактные силы борются с глобализмом основным глобализмом цивилизации западная цивилизация породила два типа до сглобализма республиканскую нациалистическую империалистическую им против стоять цивилизации китайская исламская индийская краска русская там понимаешь и так далее я как я сейчас скажу это естественно то что я сейчас скажу абсолютно абстрактному как о какой у меня чувство первое это первая угроза и первая опасность это либеральный глобализм с либеральным глобализмом борются идти тот восток о котором мы говорим и травм вторая опасность это однополярный мир и америка зажиму бишь своими именами американском полярный империализм потому что сам империализм он возрождается у меня умирает однополярный империализм он должен быть уничтожен однополярный империализм и все это должно пройти в развитии и прийти к результату где-то к тридцатому году я сейчас не буду вдаряю туда вдаваться в подробность почему я считаю до тридцатый год но поверьте у меня есть основания то есть какие-то просчеты ну плюс-минус что это будет примерно вот а вот дальше появляется опасность китайского глобализма и она появляется когда будет повержен либеральный глобализм когда будет повержен однополярный западный мир да то появляется опасность развития китайского глобализм и вот тогда уже возможно когда ты уже увидишь что европа возвращается консервативной ценности когда ты увидишь что не существует американской монополии ма америка сама избавляется от либерализма то тогда возможно уже возможен уже союз консервативных то есть пойдет война цивилизации максим и вот здесь объединение но на этот период сейчас опасен больше глобальный либерализм и опасно вот однополярная структура но это то о чем что хочет трамп сегодня она будет только тогда когда они сперва проиграть тогда тогда возможно уже такое объединение в цивилизационной войне которая я не сомневаюсь она придет и она настанет но не сейчас а тот восток о котором мы говорим а да давай будем говорить прям даже для меня сейчас восток восток не дальний восток а восток это иран турция россия вот эти три цивилизации а грузия а грузия но мы вернемся сейчас формуле я объясню что там происходит которые ты смотри вот у них одинаково позиция по ближнему востоку и вот когда это было в понедельник понедельник они провели встречу три плюс три то есть практически те же игроки у которых одинаково без грузии до 3 плюс 2 нет это три плюс три все равно потому что лавров сказал что это три плюс три очень рад что грузия есть и если как преферансе преферансе играют говорят с гусариком вот как бы если втроем там нельзя играть болваном называть ну я не хочу оскорблять гусариком это называется тоже софт варианте как бы сдают и за него играют и он всегда пасует при любых раскладах мартин давай сперва серьезно про это поговорим чтобы объяснить чтобы никто не думал что опять тяну куда-то я грузинка вот те же игроки у которых была опасность получить кавказскую войну и к чему больше всего стремился с запад путем одного из своих вассалов который умудрился и сейчас быстренько побежала стал западным вассалом и опередил всех это армения развязать вот эту войну на кавказе вот этим троим игрокам удалось отбросить эту войну подальше от себя поэтому вот как это все связано и вот здесь насколько она эффективно они это отбросили и почему они хотят затушить все теоретические возможности принести эту войну близко к себе запас старается выбрать поле боя такое чтобы она задела все этих трех игроков а такое поле это кавказ когда она задевает всех трех игроков я не знаю так проскочила заявление советника президента азербайджана гаджи хикмета гаджиева который сказал что азербайджан больше не привлекательный за ангизурский коридор и что азербайджану более привлекательный коридор через иран и там же последовало заявление нет российской федерации что ну что иранский коридор всего лишь на восемь километров длиннее и там лишних два моста к чему это было на я не знаю будет за ангизурский не будь за ангизурский коридор но в этот момент озвучивание этих тезис когда блинкин говорит что азербайджан сейчас нападет я считаю что блинкин мечтает что азербайджан сейчас нападет на армению то есть появляется повод как ввести армению войну и как начать помогать чтобы перенести пожар на кавказ и востока на кавказ да да то они даже малейший повод этого зангизура естественно это совместно причем это после встречи 3 плюс 3 пандель был то есть россия азербайджан курс и иран они даже малейший повод отбросить поэтому ты понимаешь как это связь то есть израиль сша они стараются перекинуть пожар ближневосточный подальше от израильских границ ближе к иранским границам и это можно было сделать только через азербайджан на самом деле да провокационно работая через армию это исходит из уст азербайджанского на что этот повод убирается а у этих игроков оставить пожар поближе на ближнем востоке израильских причем самим не действовать а действовать через своих прокси и сейчас главная проблема идет между западом и востоком где будет это поле битвы и и желание у всех абсолютно разный тет выталкивают эту войну в ту сторону а эти выталкивают эту войну поближе к поэтому пока восток выигрывает и держит позиции где возможно запад сможет поближе пригнать эту войну и отвести потому что тут интересно сама ситуация сошелся же не совсем хорошая ситуация максим потому что все хотят и израиль хочет втянуть сша войну и эти страны тоже хотят в тянуть войну и причем эта война должна быть на земле с участием сша уже дракетные атаки мы уже видим они что-то рушат но выиграть можно только на земле и причем не сам благоприятный период для сша предвыбор израилю нужно втянуть сша на землю для того потому что понятно что при таком раскладе израиль один обречен и сша должно участвовать прямо само должно что-то сами должны участвовать на земле но это тебе не 2001 год понимаешь когда сша могли собрать мировую коалицию и российская федерация была чуть ли не главным логистическим партнером соединенных штатов америки и так далее и так далее да и весь мир под флагом сша сейчас уже совершенно ситуация другая и вот этим игрокам всем хочется посмотреть сша на земле а угроз сша очень много и израилю нужно совершенно земле потому что одному не справится его тут я думаю что все понимают что войны не избежать единственное что нужно сделать это навязать свое поле боя где они могут умудриться потому что кавказ не дается наш они все чистят любой повод на этот момент я считаю что ирак и их задача и возможность поджечь ирак поближе к иран да и перенести вот туда это самое реалистичное ну либо ты прикинь на месте американского ты американский избиратель тебе говорят ребята мы опять заходим в ирак но твоя реакция ирак который сидел в печенке вам у американского избирателя про который сняли фильмов больше чем про вьетнам понимаешь про то какая там был бардак без хозяйственность безалаберность и военные преступления и все такое прочее и вот опять ирак что ли да это просто катастрофа какая-то для американцев будет если опять ирак встанет в американскую повестку навязывают ирак как поле битвы я не могу поверить что в сша именно им навязывают поле битвы в любом месте просто с точки зрения америки вот если уж так навязали войну то лучше в ираке чем в иране там больше оперативного простора у американцев они потому что они там хотят а то о чем ты говоришь там пиар ну там карсон будет кричать что опять зашли в ирак и так далее и так далее но у них есть другое что будет кричать против карса поэтому но тут вопрос тут вопрос в предыборной кампании понимаешь потому что они могут кричать что мы вошли в ирак защищать израиль и вот тут республиканцам некуда будет деться но оставим вот эти спекуляции и да но я чисто в чем я сто процентов уверен что все стороны знают что войны не избежать это раз и 2 каждый хочет отогнать эту поле битвы от себя подальше поэтому остальное они естественно пока сами не знают но они сидят и думают ходе где такие возможности друзья ставьте лайки вы даете сейчас одновременно все поставьте лайки и продвигайте это видео раз-два-три все нажмите там на такой это микстура от кашля пока ливан дает микстуру от кашля поставьте лайки чтобы это видео посмотрела как можно больше людей мы сторонники свободного разговора в прямом эфире я ливан вот чего не понимаю скажи а вот китайцы смотри параллельно китайцы голосуют поддерживают хамас китайцы поддерживают россию поддерживают иран поддерживают турцию и одновременно мы видим китайцы сейчас едут значит там в сша китайская американская комиссия с большой помпой в нью-йорке празднует там очередной юбилей по экономическому обороту китай и сша демократ демократы были конструкторами всех этих отношений формально конечно нет конструктором был киссингер и никсон были конструкторами отношения с китая но бабки в китай начали вкладывать демократы смотри китай с одной стороны здесь как говорится поддерживает конфликт а там от себя через тихий океан торговля там все процветание там все как говорится какие там шелковые пути какие там у них безбедное существование до 25 а потом а потом на неизбежно конфликт сша мы что делать сейчас до чем-то заниматься здесь они подчеркивают свою позицию поража израиль им никогда не светил чтобы китай не сделал бы в израиле израиль всегда бы занимал бы про американскую позицию потом смысла не имела да лучше вот с этими тремя восточными игроками дальневосточные игрок показывает там у него беспроигрышная ситуация потому что там мил не будешь в любом случае показал сюда до 25 года китай не собирается воевать не ожидает войны китаю не нужна война потому что его политика экономической экспансии и строение островных поясов уже на 5 островной пояс вышел китай она в мирном плане развивается китай ожидает конфликта двадцать пятом году когда американцы достроят свой завод по производству чипов и когда тайваньский завод уже не нужен будет американцам для обеспечения своей промышленности чипом вот тогда угроза что китай разбомбит тайваньский завод она не будет отражаться у американцев поэтому американцы не двинуться в сторону китая пока не обеспечить себя полностью производством чип поэтому вот эти практически два года полтора у китая есть на западе для китая на западе они обозначили свои беспроигрышные пропозиции а на востоке торгуют и работают пока потому что угроз нет ни одной ни другой стороны стороны до двадцать пятого года слушай а что это за информация об аресте в катаре а катар поддерживает хамас напомню это главный на самом деле партнер и спонсор хамас балестинского исламского движения об аресте в катаре каких-то индийских военных или дипломатов я что-то до конца вот им индийских моряков которые работали там под видом частной компании или на эту частную компанию которая помогала катару военном оборудовании так далее так далее они арестованы угрожать смертная касса по обвинению в шпионаже что ли по обвинению шпионаже ну то есть это что как такое как бы действие между катаром и индии на грани войны что ли на грани такого военного ну индия индия там чуть-чуть возмутилась на такого серьезного очень нету они стараются узнать потому что еще неизвестно в пользу кого они шпионеры эти индусы слушай а вот это вообще блок пакистан турция значит азербайджан катар как я понимаю да там тоже в этой значит в этой связке это такой фактически исламский как бы на то получается да такая исламская антанта ну не не совсем там функциональность она совершенно разного у всех этих четырех государств и так она больше там символическое дружественно наш то есть на 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 случай войны показывают другими игрокам что мы можем быть вместе вы естественно и проводят там какие-то учения чтобы показать вот там совместимость как блок это естественно но не сформулировано до конца давай вернемся к кавказу к твоей любимой и моей любимой грузии давай вернемся уже три плюс три три плюс два как бы с отсутствующим с гусариком почему не было грузии я не понимаю потому что ну ладно с россией прямых переговоров понятно нету там абхазии южноосетия но с турцией ираном азербайджаном и армению грузии вроде отличные отношения давай сейчас мы с тобой это зашифруем 3 плюс 3 это вопрос безопасности там можно все что хочется обсуждать но в данный момент это актуальный вопрос безопасность то есть кавказские страны примыкающие крупные кавказу страны они хотят вопрос безопасности самим решать без внешних игрок то есть по вопросу безопасности даже только что боевые армения с азербайджаном они сидят за столом грузия вдруг там не сидит они хотят говорить с россией о чем россия номер один экономический партнер у грузии до самой грузинской диаспоры за границей грузии поэтому сидеть по вопросу безопасности естественно грузия там должна была быть она должна была присутствовать и тут никаких отговоров что а вы про безопасность про про деньги вы с русскими говорите про авиа рейсы вы говорите которые назначаются про безопасность вы не говорите то есть логики здесь нет остается другая значит нужно посмотреть как думает правительство они думают только по одному вопросу где их не экзистенциальные угрозы не в огне государства грузии а где экзистенциальные угрозы правительство вниз как если ты имеешь ввиду выгонят их ли не выгонят с работы будут ли они смещены ну я не смещен интерес грузии минимально это отдельная тема то есть то то есть как сохранить власть у них две экзистенциальные проблемы это возможность внутреннего воздействия и скидывание на правительство от соединенных штатов америки и внешнего воздействия и скидывание этого правительства от внешнего российской федерации внутреннего воздействия инструмента в российской федерации нету а внешнего воздействия у соединенных поэтому все их не мысли всех не решение исходят из того то есть если мы поедем туда что скажут американцы с этими странами террористами там собрались о опасно и второй момент где здесь основная проблема сейчас кто меня слушает послушайте внимательно я мыслящие грузинской интеллигенции обращаюсь они не поехали по просьбе российской федерации я тебе объясню почему потому что и лавров когда закончена эта встреча он там дифферамбы в сторону грузии которая не приехала на эти он высказал такие добрые слова про грузию наверно будущему не увидим и так далее так грузия не поехала по просьбе российской федерации потому что это правительство когда там собирается по вопросам безопасности 3 плюс 3 первый вопрос это признание друг друга даже азербайджан и армения признают свою их взаимную территориальную целостность у уции нету проблем с армении с ираном у ирана нет ни у кого нет и она первая встреча любая эта встреча она начинается признание территориальной если мы говорим про безопасность да то мы признаем друг друга в территориальной цепи сейчас ты представь грузия который там присутствует и она должна задать неудобный вопрос российской федерации понятно да мы ваша тетя вы все я вот грузия сюда приехал вы признаете меня как грузию моих рамках азербайджан да мы признаем дорогая любимая грузия армения да мы признаем пурция да мы признаем иран говорит да мы признаем и что делать российской федерации а россия закашливается как бы и просить чаю а сказать а стать на остаться на той позиции нет грузия мы вот как сказали ничего не признаем ну да да до свидания ребята да комиссия 3 плюс 3 где наша взаимная безопасность и и не существует формат мертвых или же вариантов россия говорит да мы признаем тогда что делать со всем предыдущим периодом исторически и вот тут россия просит грузию не приезжать то есть не чтобы не задавать неудобные вопросы которые невозможно не задать при этой встрече единственный формат где грузия путем вот этих партнеров может сесть и решать свои проблемы понимаешь в том числе если нам всем нужна безопасность давайте как-то будем решать эти вот армения азербайджаном уже не имеет никаких территорий а как бы ты посоветовал эту коллизию разрешить я поехал бы начал вот эти переговоры мы за все хорошее с вами дорогие ну давайте первое мы сделаем что все совместно вся эта шестерка будет решать грузинскую проблему если мы же 3 плюс 3 мы не по 3 плюс 0 5 еще 0 5 это очень интересный подход ливан это просто очень и вот это правило за которым же постой и такой на самом деле не приходивший в голову из-за своей простоты просто лишь вот это грузия которая боится американцев и боится русских вот это вот это правительство она выбирает самый такой страусиный вариант нас тут нет все никаких неудобных вопросов мы не за сохраните нам власть американцев вы видите мы с этим террористом не общаемся а русским как мы не приезжаем чтобы не задавать вам неудобных вопросов вот те грузинская правительство максим нас из канады благодаря спасибо максим за правду живу в канаде 33 года убегал из союза из-за чернобыля я русский жена украинка мы патриоты россии потому что за россией правда спасибо валвик что смотрите нас в канаде нас смотрят в десятках разных стран мира дорогой ливан а я сейчас хочу тебе задать вопрос тоже про 3 плюс 3 но про армению но не про внутреннюю ситуацию в армении а вот такой странный как говорится странные ситуации как ты видишь глазом грузина у нас в россии кому кому не лень нападают на пашиняна недавно по одному из федеральных каналов кажется по первому была целая программа где симоньян там мигранян там ругали пашиняна как только его не несли он предатель он такой он секунд пятый десятый и казалось бы ну все россия против пашиняна а как речь доходит до путина путин говорит да у нас все отлично прекрасное отношение с никола с николаем ваваевичем там или как он там мы с ним понимаем друг друга вот он там пишет письма мы там перезваниваемся то есть получается что армянское лобби в россии там политологи хромят предателя пашиняна а владимир путин говорит да нет все хорошо так вот это объяснить лилан ты же все понимаешь ну да во первых первое это вместе по армянски потому что это именно ну не решался сказать вендетта по армянски то есть он же им все испортил заказали же это армяне он же им испортил получим сказать он испортил им положение понимаешь вот придворное положение в россии да он им это испортил поэтому это вендетта по армянски это раз а со второй стороны слушай кто не любит клоунов максим зачем клона менять на что-то другое то же самое у нас поэтому то оставьте моего объяснял я объяснял это точно так же про пашиняна всюду мне как бы не верит там враг россии да просто армения в современные ситуации стратегическом значении вообще никакого армения не может быть вот врагом россии из-за своей из-за своего географического положения когда был карабах то это имело стратегическое значение а вот теперь это как бы ну просто какая-то страна на кавказе там маленькая но хорошо перейдем от армении смотри тут есть вопрос очень интересный пишите вопросы пожалуйста друзья если вы хотите чтобы ваши вопросы сто процентов были заданы ну друзья или не другие кто нас смотрит то вот супер стикер это гарантия что ваш вопрос будет задан если сша или израиль применят тактическое ядерное оружие вероятность такое есть что ответят остальные вообще ты веришь что в разворачиваемся глобальном конфликте тактическое ядерное оружие может применено ну тактическое ядерное оружие она на самом деле спокойно может быть применено там полевых вариантах но чисто как ментальная грань она будет переступить мы-то понимаем разницу стратегического ядерного оружия и тактического ядерного оружия совершенно две разные вещи вообще совершенно другие уровни но когда будет применено тактическое ядерное оружие это морально человечество переступит вот ту грань на котором она стоит поэтому задумываться о применении тактического оружия можно только в случае готовности полного применения стратегического но слушай но если кто и применит тактическое то это израиль потому что судя по истерическим вообще репликам которые мы слышали от израильских политиков сначала в газе живут не люди в газе живут животные убиваете без суда и средств это же истерика понимаешь которая этим вот в иран допустим может попасть хоть стратегическое оружие штук пять процентов я считаю есть и боеголов я я тоже уверен что у ирана уже как минимум два года но если бы не было то по ирану уже давно отбомбили ну то есть в иран я не знаю сколько надо попасть а израиль же хватает одна даже какой бы супер супер-пупер железный купол не был бы и ста ракет одна же попадет потому что применением риски увеличиваются на тысячу процентов просто истерическая тональность сама которая звучит из уст это вот это блока крайне правого нетаньяху стоящего власти она говорит о том что в этой истерике они могут все что угодно сделать потому что они полагают что им весь мир должен понимаешь я не думаю что у них так устроена система что там на тайнеху если захочет он сможет это сделать а кстати вот турция на твой взгляд вот это заявление эрдогана про маджахедов там что мы с хамас там вместе говорит эрдоган это слова или турецкая армия готова идти там на разрыв с нато все страны нато присягают израилю а турция единственная страна нато которая говорит а нет а мы поддерживаем хамас не израиль вот как далеко этот может зайти позиции турции может ли она дойти до того что турецкая армия примет участие в боевых действиях и вообще могут ли боевые действия выйти за рамки сектора газа там окружающего территории израиль макс я же склонен греко-турецкой войне поэтому против турции что может быть примена греция потому что все под американской дудкой там она никуда не делась понимаешь и вообще вопросы средиземноморья до израильская греческие и египетские они в их песочнице все это там находятся поэтому а то турция готовится к войне а настроение турции бахчили вообще призывает это партнерская партия националистической которая сак партии эрдогана у них коалиции начать напрямую войну с израиль но мы сейчас него тебе ареал наш от средиземноморья до кавказа тем более американцы хорошо это не обязательно только ближний восток то есть ареал большой тут вопрос кто выиграет выборе поля боя наш кто кому навяжется это поле будет это будет означать очень много кто навяжет поле боя он и навязана навяжет уже противник поэтому тот вот этот период который мы сейчас проходим это я вот запад и восток они игре чтобы придумать и где навязать поле было друг другу вот мы тут находимся поэтому как только будут по видны там параметры поля боя но самое интересное что все обе стороны хотят тянуть сша одно для того чтобы защититься а второе показать реально на что способна сша без международной галлицы там георгий санакоев южно-осетинская видеть на кое вы значит такая знаменитый спрашивает тебя добрый день вопрос ли вам то есть фактически из южной осетии тебе вопрос каким он верит решение вопроса между грузии и южной осетии вот между грузии и южной осетии у меня есть такое предложение которое я уверен что осетины не откажутся никак ну чуть-чуть у кого нету какой-то лично такой боли выходящие за это чисто с точки зрения совместной жизни совместной экономики совместного существования у меня с абхазами сложнее но социона у меня точно есть такое предложение которое я не хочу его обсуждать слуха и публично если у георгия будет желанием у на у нас много общих друзей если не в сенвальту владикавказе то может спросить меня знают со мной нужно будет связаться и я могу ему рассказать потом послушаем понятно всегда вы не можете кавказцы без каких-либо секретности понимаешь без таких без интриг таких макс не секретность как только ты это скажешь они начнут и даже неважно с какой стороны потом врагов и противников столько они начнут именно портить в тех направлениях где появляется надежда построить что то ну тоже правда александр фонарёк спрашивает очередной из билиси вопрос какие риски у россиян живущих в грузии без вида на жительство риски быть выдворены пока этого нет а почему живете без вида на жительство ну по визе наверно без вида на герриф и у грузин живущих в россии без вида на жительство грузия более лояльно грузин гораздо меньше риска в россию хотя нет в россии въезда по визам по-моему до виза или без виза вы не видели нету но там ограниченное присутствие у россиян нет 90 дней у нас а россиянин может триста шестьдесят четыре дня жить в грузии вообще без ничего на на часик выехать за границу и вернуться назад она обсуждается очень последнее время много в интернете здравствуйте скажите ваше мнение по поводу заселения 100 тысяч евреев в украину факт который уже произошло насколько реально создание второго израиля в украине прямо разгоняют по социальным сетям про какой-то второй израиль я прежде чем ты ответишь хочу сказать свое мнение знаете вот мне говорят это хазари хазари это не место где живут евреи хазари это место где правят евреи в реальной хазарии исторические правители были иудеи а подданные были славяне тюрки которые такими евреями не были были мусульмане христиане там тенгрианцы и так далее а правители иудеи вот украина это уже хазари иудеи были или же просто принявшие иудаизм нет ну принявшие иудаизм верующие я и говорю не евреи а верующие тюрки принявшие иудаизм иудеи то есть но исповедовавшие религию иудаизм и что ты цепляешься в эти русские обороты в русском языке нация и национальность путаются понимаешь nation английской переводится и так и так а тут ты меня еще в эти иудаизмы загоняешь вот я тебе говорю мое мнение такое что украина это уже хазари не надо никакой новой хазари во главе садят евреи а овегархи евреи дай бог евреям всем здоровья и процветания на земле парламента и правительства я ничего против не имею евреев понимаешь как любого другого народа на земле лишь бы не угнетал никто никого евреи палестинцев или там кто-то евреев не угнетал дай бог чтобы все люди доброй воли нашли между собой язык и все-таки что ты думаешь по поводу этого заселения им что больше ехать некуда я вот не понимаю какого хрена евреям из пылающего израиля ехать в разрушенную пылающую украину когда спокойно можно поехать в благополучные соединенные штаты америки или в германию канцлер который готов асфальт лизать в тель-авиве максим пусть они сами об этом думают я хочу сказать другую последнее время я натыкаюсь о применении слова антисемит я хочу сказать антисемит это очень серьезное слово и реально на очень серьезных трагических фактах поэтому не кидайте с этими словами куда попал факт в том что если человек не согласен с официальной позиции израиля государства израиль то его уже антисемитом нас так разбрасываясь этими словами вы наплодите реально антисемит поэтому к этому слово относитесь серьезно мы знаем такие антисемиты это очень нехорошо это очень плохо но не надо всех так обзывать если вам не понравилось его мнение от этого будет просто еще увеличится количество реально антисемит пришел ливан и рассказал нам то что мы уже десятилетия как бы объясняем она на нас в ответ смотрит стеклянные глазами мы говорим это постоянно что критика израиля это не синоним ненависти к евреям она тебя смотрит такими стеклянными глазами нет синонима если ты критикуешь израиль ты антисемит ну чё объяснять ливан тут главное не оправдываться все народы на земле пожалуйста размножайте антисемитов в чем правда ну я не хочу никаких не антисемитов не грузинов обувь все кто поливает грязь и другие народы просто надоели эти это либо психопаты либо какие-то еще так ладно поехали дальше о смотри сергей астанионе серджио астанионе почему сначала загорелась украина и только потом израилов короче почему началось с украины они не 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 с ближнего востока перевожу я на язык политология хотя на ближнем востоке всегда все готово к взрыву а украине вроде как не было готово почему разломбили православную церковь газе и в тот же день отмели запретили православную церковь украины так максим ливан как вы оцениваете розыгрыш косовской карты в современной геополитике и это еще одна закладка вот балканская да балкан возможность балканского взрыва вспыхнут ли балканы это удерживается россия и турции а то желание было бы больше максим не хотите ли вы пригласить евгения сатановского в стрим слушайте и смешные люди наше отношение с сатановским начались тогда когда наверное вы еще выходили в детский сад бус поэтому мы бывали в одних эфирах ругались с ним он на меня страшно зыркал глазами и топал так как бегемот такой ногами понимаете нет я не хочу мне не интересно потому что это не будет толкового разговора ни о чем а будет только рубль и какая-то хрень нет уж как говорится по разным окопам так по разному хватит ему эфира вот пусть там ищет да у него у соловьева там все волшебник прикольно а вопрос к ливану и максимум на ваш взгляд какую цель ставить перед собой путин на проходящую мировую войну какой хочет сделать россию после личный вопрос вадим спасибо за этот вопрос этому его это мой вопрос к российской федерации я хочу увидеть образ будущего и а уж как видит российская федерация сама себя как видит окружающие страны этот образ будущего он не хватает нам всем для для понятия если он хороший этот образ будущего расскажите может еще некоторым больше понравится а если его нету тогда давайте создавать вместе этот образ будущего я не могу сказать примерно ответить как я вижу то что я долго над этим думал и наблюдаю российская буржуазия российская власть которая является буржуазией тоже и силовиками и интеллигенции хотят освободиться от всех измов россия настолько за последние сто лет концентрирована корме хлебнула измов либерализма коммунизма консерватизма протофашизма вот все измы они хотят это переописать в какой-то новой форме новую форму формирования капитала новую форму формирования государственного управления и государственных интересов глобального такого государства которое в западной терминологии называется империализм они хотят как по-другому вот как китай называет же китай свою огромную державу под небес и китай а китайское видение мира отличается от западного видения мира когда запад все остальные регионы мира считают просто приложением к себе у китая тоже есть я не могу сказать что это что это альтруисты но в общем мне кажется что это для россии по крайней мере в этой сфере наверно так далеко как ты сказал сферу капитализма они не за не заходят бабки хотят иметь но вот как мне сказал один человек такой достаточно влиятельный не так давно говорит мы больше не хотим быть ни в каких матрицах ни в каких идеологических матрицах даю просто такую подсказку они хотят придумать некое такое пространство которым люди принципе я бы сказал так что это классические мысли габриэля дону со своей республикой фиумы и там конь маринетти понимаешь если бы я ну я так просто так намекаю говорят не хотим быть ни в каких матрицах политических вот ни в каких вот идеологических не хотим чтобы никакая идеология больше определяла жизнь людей отношения до связи до понятия до иерархия до силовой ресурс до но тут но только вот не какие-то книги которые прочитали а эти понятия же на чем-то должны базироваться улица на какой мы выросли на питерских улицах сказал все время владимир путина это на самом деле ключевая мысль я не уверен что улица везде улица дает одни и те же понятия где-то на улице можно торговать наркотиками